Всем привет! Не забудь подписаться на канал чтобы не пропустить новые видео. В описании к видео, ты найдешь ссылки на охотничьи вещи с Алиэкспресс. А теперь погнали! Секрет стрельбы в лед зависит от умения целиться, рядом с целью, то есть в пустое место. Но эта шутка имеет глубокий смысл, надо действительно целиться в сторону от цели, но только в надлежащую. 99% промахов результат того, что дробь прошла ниже и позади цели. Это происходит потому что охотник подсознательно хочет видеть, куда именно он стреляет. Чтобы видеть, он открывает цель, опуская концы стволов вниз. И дичь естественно пролетает над снарядом и впереди него. Насколько это верно, а также и другим непонятным промахом есть и другие объяснения. Возможно предположения имеют место среди стрелков-охотников, с достаточно отработанной вкладкой ружья в плечо. С манерой плотно запирающий приклад в треугольники, плечевая впадина щека левая рука на цевьё. Что исключает отрыв лица от гребня ложи, при открывании прицельной планки и смещении мушки, от первоначального положения. Но такая мертвая постановка ружья скорее возможно, и рекомендуема в спортивной стрельбе в упражнении траншейный стенд, чем на охоте и в более динамичных, спортивных видах стендовой стрельбы спортинг и круг. Где скорее щека прислонена к гребню, чем набрано на него. Да и затыльник ложи обычно стараются поставить, повыше в плечо, чтобы взгляд был как можно прямее, без намека на взгляд из-под лоби. При этом пич ружья, обычно не менее 50 сантиметров вниз, а спортсмены его увеличивают в два раза. Так что если в алгоритм выстрела вносится сторонний неожиданный раздражитель, к которому стрелок не был готов, немного растерялся, все может пойти не так, как говорилось выше. В этом случае, если выстрел не будет сзади, то скорее всего дробь, пройдет сверху дичи цели. Одна из типичных ошибок при стрельбе в лед, выстрел поверху. Причин тому несколько. Стрельба с открытой прицельной планкой, что зачастую рекомендуется рядом специалистов, одна из причин, когда дробь ложится выше. Но приоткрывается планка чаще всего не без участия стрелка. Слишком высокий гребень ложи, когда приходится его вдавливать в щеку, причина серьезная, но далеко не основная. Куда чаще охотник тянется глазами за целью, отрываясь от ложи, помогая руками догнать поймать на мушку дичь, тем самым нарушая прицельную линию. При этом он забывает об элементарном контроле за положением ружья, отправляя дробь выше, чем ему кажется. Неплотное положение затыльника в плече, только поспособствует данной ошибке. Доискованность в движениях, вызванная не только отсутствием навыка, но и неудобной одеждой, причина многих промахов. Но это в основном ошибки стрелков, которые ружье достают из чехла за час до начала охоты. Опытные охотники, уделяющие стрелковой подготовке, много внимания занятия на стенде или домашняя тренировка, явных ляпсусов не допустят, но по часу они пребывают в недоумении, почему дробь разминулась с дичью, хотя стреляли казалось бы наверняка. Здесь чаще всего излишнее желание точного выстрела, переходит в стадию невыраженного зацеливания, дающего дичи в ряде случаев возможность провалиться, под траекторию прицеливания, часто совпадающей по времени с нажатием на спусковой крючок, оставляя в сознании стрелка выполнение, совершенно правильного действия. Охотникам, стреляющим полупрофессионально, с быстрой, короткой поводкой, преимущественно на обгоне, неприятный сюрприз, может преподнести работу ударно-спускового механизма. Любая практически незаметная задержка в срабатывании усм, на сотые доли секунды, задерживающая дробь в стволе ружья, может обернуться промахом. Такие случаи часто у хорошо подготовленных стрелков, при переходе с ружей, имеющих короткие мощные пластинчатые пружины, на оружие с более медленными витыми пружинами или скурками, у которых большой рабочий ход. Другая неприятность, которая может подстерегать охотника-любителя, стрелять в лед, это торможение ружья в момент выстрела. Как у начинающего стрелка, так и у имеющего определенный настрел, замедление поводки в заключительной ее фазе часто вызвано, неправильной оценкой скорости и направления перемещения дичи. Для многих будет полезна следующая рекомендация, чем меньше движение оружием, руками, головой вы делаете, тем меньше ошибок можете совершить. Желательно научиться определять, наиболее благоприятное место в пространстве, где следует поразить дичь, и свое оружие стараться держать, близко к данному месту. Визуально контролировать именно эту зону, периферийным зрением, следя за возможным изменением передвижения объекта выстрела. Нет смысла, проделывать пустую работу по сопровождению цели, во время ее полета от места появления, до зоны предполагаемой стрельбы. Не только чисто с технической стороны выполнения, наиболее рационального комплекса движений, но и чисто охотничий, не оказаться преждевременно замеченным. Если техническая готовность исполнения выстрела, у подготовленного стрелка-охотника с годами практически не меняется, то функциональные возможности визуального восприятия, вернее скорости исполнения команды нажатия на спуск, значительно замедляются. Человеческий глаз это фотографическая камера, чувствительной частью которой служат хрусталик и сетчатка, связанные с нервными клетками мозга. Время, необходимое для прохождения света на сетчатку, бесконечно мало, но каждое видение требует адаптации, приспособляемости глаза, а на это уже затрачивается значительное время. На этом запаздывании построен принцип восприятия кинофильма, 24 кадра в секунду воспринимаются человеком, как непрерывное движение. Таким образом проходит, от 0,06 до 0,08 секунды, пока одно изображение сменится в мозгу другим, а это значит, что одного изображения уже нет, а глаз еще видит его. Восприятие изображения у разных людей не одинаково. Лучшее время составляет, около 0,18 секунды, у людей старше 40 лет порядка 0,28, а у более пожилых, или систематически употребляющих алкоголь, оно удлиняется до 0,35 секунды. Таким образом, поскольку человек видит мозгом, а не глазами, он фиксирует птицу взглядом там, где она была 0,2-0,3 секунды тому назад. Если эти доли секунды сложить теперь со временем, о котором написано выше, то сумма составит почти полсекунды. Этот расчет убедительно показывает, что упреждение не только необходимо, но и должно быть достаточно большим. Так что, стреляя, как в былые годы, на вскидку, на обгоне, в точку, предполагаемое место встречи дроби и дичи, следует намечать с большим выносом, чем лет это к 10-15 назад, хотя при обработке цели с поводкой на постоянном упреждении, вносить изменения не понадобится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok